Три, семь, шесть или восемь. Антонина Петровна уже 19 лет передвигается на инвалидной коляске. Без помощи добраться до больницы женщина не может. В последнее время у нее стало ухудшаться зрение. В Бериндееве, где живет пенсионерка, офтальмолога нет. Мобильный госпиталь – чуть ли не единственная возможность проверить здоровье. Рады, но только чтобы пройти это поскорее и домой. Обследование занимает несколько минут. С собой врачи привезли все необходимое оборудование. Есть даже маммограф. Раньше за подобными исследованиями людям приходилось ехать в Переславль. Для пенсионеров и маломобильных групп населения этот вариант неудобен. Это очень хорошая инициатива. Она, в принципе, дает возможность трудно отдаленному населению, то есть районов, то есть более с деревень, даже подъехать, получить высококвалифицированную помощь, которую, естественно, мы предоставить на сегодняшний день здесь не можем. Врачи Федерального медико-биологического агентства, а именно из них сформирован мобильный госпиталь, не раз участвовали в ликвидации последствий катастроф. Их спецмашины сопровождали участников одного из самых сложных ралли-марафонов «Шелковый путь», где в условиях пустыни вдали от населенных пунктов нужно обеспечить оперативную медицинскую помощь. Это мобильный госпиталь, то есть там оснащен полностью современным оборудованием. Она может работать и автономно, да, и очень необязательно подключаться к электроэнергии, да, и это в труднодоступных местах, в селах, при различных чрезвычайных ситуациях, когда вот, ну, помните, в 2015 году была энергоблокада Крыма, да, мы работали тоже так же вот этой выездной бригадой. В Ярославскую область врачи приехали по приглашению главы региона Дмитрия Миронова. Организация мобильной медицины – одно из направлений реализации стратегии социально-экономического развития – 10 точек роста. Через три года в области в пять раз увеличится количество передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. Число отремонтированных и оснащенных всей необходимой техникой медучреждений вырастет в два с половиной раза. Также, кроме стационарного обслуживания, мы ставим задачу сделать доступной срочную медицинскую помощь в любом, даже самом отдаленном уголке региона. В Ярославской области врачи будут работать до 14 июня. В планах – 24 населенных пункта, где люди смогут бесплатно получить консультацию и направление на лечение. После этого будет проделана большая аналитическая работа. Вместе с нашими федеральными коллегами мы проанализируем те заболевания, те результаты исследований, которые они получат, для того, чтобы уже на основании вот этого более эффективно, более плодотворно выстроить работу непосредственно наших ярославских медиков. Но Антонина Петровна после обследования получила направление на лечение глаз в московскую клинику. Осталось только согласовать время операции, после которой женщина увидит мир в новых красках. Павел Волков, Георгий Иванов. День в событиях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова